Литературное чтение Шаламалейхин Из цикла «Монологи» Монолог «Немец» И так несколько дней подряд, пока не прибыли его машины и не приспело ему время уезжать, наступил день отъезда, стал мой немец собираться в дорогу и просит у меня счет. «Считать тут нечего», — говорю я, — «счет наш», — говорю я, — «простой, с вас следует четвертная». Выпучил он на меня глазенцы, как будто говорит, — «А? Что такое? Не понимаю». Тогда я объяснил его по-немецки. «Господин немец будет настолько любезен и уплатит мне четвертную, или 25 карбовансов, ну, рублей, значит». Я показываю на пальцы. 10, 10 и 5. Он, думаете, испугался? Та, ничуть не бывало. Потягивает, как прежде, свою трубку. Улыбается и говорит, что очень бы хотелось ему знать, за что причитается с него 25 рублей. Вытаскивает он карандаш, берет кулачок бумаги и требует, чтобы я перечислил каждую вещь отдельно. Та, хоть ты и умный немец, думаю я про себя, но умный еврей умнее умного немца. В одной моей пятке больше мудрости, чем во всех твоих мозгах. Так, — говорю я, — пишите. «Пишите, господин немец, за гостиницу 6 дней 1,5 рубля, помножить на 6 — 9 рублей. 12 самоваров по 7,5 копеек составляют 90 копеек. Теперь помножьте 6 раз по 10 яиц утром и 10 вечером. Выходит 120 или 2 корзины яиц. Порублю за корзину. Будет 2 рубля. 6 бульонов, 6 куриц по 75 копеек за каждую курицу. Не считая крупы, сельдерея, петрушки, того этого — 6 рублей. Теперь возьмите 6 ночей и 6 ламп — 60 копеек. За распитие ваших напитков по 2 рубля. За пользование вашим чаем и сахаром 1 рубль. Получается 3 рубля. А с вином, которое вы могли бы у нас потребовать, получается 4 рубля. Пиво мы могли бы подать за 70 копеек. Итого имеем не более, не менее как 24 рубля с полтиной. Но для ровного счета поставим 25 рублей. Объяснил я ему это очень достойно. Вы думаете, счет ему не понравился? Все. Упаси бог. Он сосет, не переставая, из трубки. Очень красиво улыбается. Вынимает четвертную и швыряет ее мне, как швыряет трешницу. Очень красиво попрощался с нами и уехал на станцию. Ну а теперь что ты скажешь, жена моя, о нашем немцам? Дай бог, говорит она, чтобы мы получали таких немцев каждый день. И было бы это неплохо. И уехал наш немец. Не прошло после этого и трех дней, как заявляется ко мне почтальон и протягивает письмо. Но сначала он просит потрудиться и заплатить 14 копеек. За что 14 копеек? Отправитель забыл, говорит он, наклеить марку. Уплатил я 14 копеек. Распечатал письмо. Написано по-немецки. Ни слова не понимаю. Бегаю я своим письмом то к одному, то к другому. Никто не читает по-немецки. Беда. Пошел по всем местечкам. На силу нашел провизора в аптеке, тот читает по-немецки. Прочел он письмецо и объяснил, что пишет это мне какой-то немец. Благодарит за спокойный ночлег, который он имел у нас. Благодарит за гостеприимство, за любезность, которых никогда не заботит. Так. Пожалуйста, думаю я. Очень хорошо. Если ты доволен, так и я доволен. И говорю я жене, что ты скажешь об этом немцам? Он, видно, дурак, не из простых. Дай бог, говорит она, чтобы получали каждую неделю таких умников. Было бы совсем неплохо. Проходит еще одна неделя. Возвращаюсь я как-то с вокзала домой. На встречу мне ее джина. Несет письмо и говорит, что почтальон велел доплатить 28 копеек. За что 28 копеек? Иначе, говорит жена, почтальон не хотела. Распечатываю письмо. Опять по-немецки. Бегу к провизору, прошу его прочитать. И рассказывает мне провизор, что этот самый немец только что миновал границу. И так как он возвращается домой на свою родину, то он еще раз благодарит меня за тихий ночлег, который он имел у меня. За наше гостеприимство, за нашу любезность, которых он никогда не забудет. И так далее, и так далее. Пропади ты, думаю я, со своей благодарностью. А дома жена спрашивает. Что это за письмоцо? Та, опять от немца, говорю я. Он не может, говорю я, забыть нашу любезность, сумасшедших немец. Та, дай бог, говорит она, чтобы мы каждую неделю получали таких сумасшедших. Было бы совсем неплохо. Проходит еще одна. Приносит мне с почты большой пакет, почтальон требует за него 56 копеек. Я оказываюсь. Тогда почтальон говорит, так хотите, я пакет обратно отнесу. Тогда я начинаю раскаиваться, ужасно хочется знать, откуда этот пакет может быть необходимая вещь. Заплатил я 56 копеек. Вскрываю пакет, смотрю, опять по немецки. Отправляюсь я, конечно, прям к провизору, умоляю его простить мою назойливость. Что делать, если бог меня наказал и я не умею читать пакет. Провизор читает мне новое послание от немцев. Дело в том, что он прибыл уже домой. И увиделся со своими дорогим семейством, с женой, с детьми и рассказал им, как он отправился в Деражню, как встретил меня на вокзале, как я его хорошо принял. Представил ему хороший и спокойный ночлег. И вот в эту радостную для него минуту он не может не поблагодарить меня от всей души за гостеприимство, за нашу любезность, которых он не забудет никогда до гробовой доски. Будь ты проклят, говорю я, и обрушиваю на этого немца всю горечь моей души, но жене ничего не рассказываю. Притворяюсь, что ничего не было. Проходит еще три недели. Получаю я с почты повестку на 1 рубль и 19 копеек. Что бы это значило? 1 рубль и 19 копеек, спрашивает жена. Не знаю, отвечаю я. Пусть я не знаю с лихом и отправляюсь на почту. Спрашиваю, откуда мне прислали 1 рубль и 19 копеек? Но почта отвечает, что это не я получаю 1 рубль и 19 копеек, а наоборот, надо заплатить 1 рубль и 19 копеек. За что? За письмо. За какое письмо? Может быть от немца? На это мне не отвечают ни слова. О чем с ними толковать? Заплатил я 1 рубль и 19 копеек и взял это письмо. То есть не письмо, а целый ящик. Распечатываю снова от него. От немца. Прибегаю я к провизору. Не сердитесь, говорю я. Пам, у меня несчастье. Опять письмо от немца. Провизор мой не ленится. Он бросает работу. И читает мне целую эпопею. Все от этого самого немца. Да сотрет имя его из списка живущих всевышних. Что же он пишет? Он пишет. Так как у него сегодня именины. То есть праздник. И сидят у него гости. Собрались вся семья. Он рассказал им для праздника случай о том, как приехал он в маленький городишко Дережный. Как он очутился на станции. Одинокий. На чужой стороне. Языка нашего он не понимает. И тут встретил он меня. И я привел его к себе. Предоставили ему чудный, спокойный ночлег. Отвели мы ему лучшую комнату. Кормили. Поили его. И как честно мы с ним обошлись. Принимая все это во внимание, он не может отказать себе в удовольствии. Поблагодарить нас еще раз за гостеприимство и любезность, которых он не забудет. Вечно, вечно, вечно. Ох, какой пакостник этот немец, думаю я. Не стану больше получать от него писем. Пусть хоть золотом их обсыпет. Проходит еще один месяц. Два месяца. Нет больше писем. Конец. Стал я уже забывать об этом немце, как вдруг приходит повестка. Со станции на посылку в 25 рублей. Что это может быть за посылка в 25 рублей? Раскладываю я мозгами. Так и сяк. Жена моя тоже раскидывает и голову ни туда ни сюда не может понять. Потом я догадываюсь. А, так как у меня есть друзья в Америке, то может быть это подарок от них? Шефскарта или лотерейный билет? Лениться я не стал, побежал на станцию, хочу получить посылку, но мне говорят, будьте любезны заплатить сначала 2 рубля 24 копейки, а потом сможете взять посылку. Толковать тут нечего, надо одолжить где-нибудь 2 рубля 24 копейки, надо заплатить и взять посылку. Выкупил я эту посылку, очень красивый ящичек и чудную упаковку. Прибежал я домой. Вскрыл ящичек. Оттуда сейчас же выпал портрет. Посмотрели мы на этот портрет? Ой, лихо мое, о горе мое, о погибшая жизнь моя. Он. Это он на портрете, проклятый немец. С длинной шеей и высокими плечами. С трубкой в зубах. К карточке прикреплено письмо, по-немецки, конечно, и та же история. Он благодарит за ночлег, за гостеприимство и за любезность, которых он, конечно, не забудет. Какой ядовитый немец. Будь он проклят. Дай бог, чтобы на его голову пала хоть половина, хоть малая часть наших проклятий у божьих всевышних. Прошло еще несколько месяцев. Конец. Умер немец. Избавились, слава богу, от заразы. Я почувствовал себя счастливым. И вы думаете, что это все? Все, погодите, конец впереди. Совсем недавно получаю я ночью телеграмму о том, чтобы обязательно мне выехать в Одессу. И поскорее к одному торговому человеку по фамилии Горгельштейн. Остановился Горгельштейн в гостинице «Виктория» и срочно хочет меня видеть по делу. «Одесса? Горгельштейн? Отель «Виктория?» Дело?» «Что за сон-то?» «Но жена гонит меня. Она хочет, она требует, чтобы я ехал. Мало ли что бывает. Может быть, нас ждет хорошее дело, может быть, куртажное или партия зерна?» «Да, легко сказать, езжай в Одессу. Поездка в Одессу должна влететь в копейку, но дело не стоит, надо ехать». «Короче говоря, достал я взаймы несколько рублей, сел в поезд и пообщался в Одессу». «Прибыл в Одессу, стал я расспрашивать, где стоит отель «Виктория». Наконец нашел его. «Не у вас ли, говорю я, живет некто Горгельштейн?» «У нас, говорят, но только его сейчас нет». «Он просил наведаться в 9 часов вечера». «Наведываюсь в 9 часов вечера». «Нет Горгельштейна. И меня просят прийти в 9 часов утра, тогда я его застану». «Прихожу в 9 часов утра». «Где Горгельштейн?» «Нет Горгельштейна». «Он только что ушел и очень просил передать еврею из Диражни, что тот пришел в 3 часа пополудни или в 10 часов вечера». «Прихожу в 3 часа пополудни, прихожу в 9 вечера. Нет Горгельштейна». «Зачем долго толковать?» «Провалялся я в Одессе 6 дней и 6 ночей. Питался я болячками, укрывался бедом. С великим трудом, с невообразимым мучением поймал я этого Горгельштейна. Он оказался порядочным человеком с красивой черной бородой. Принял меня очень мило и попросил присесть». «Это вы, — говорит он мне наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки. Тот самый еврей из Диражни». «Это я тот самый еврей из Диражни? В чем дело?» «У вас, — говорит он, — прошлой зимой останавливался один немец». «У меня, — говорю. А в чем дело?» «Да дела нет, — говорит он. Но этот немец, — мой компаньон, я получил от него письмо из Лондона. Он просит, если я увижу вас в Одессе, передать вам дружеский привет. Он благодарит вас за хороший и спокойный ночлег, и за ваше гостеприимство, и за любезность вашу, и за то, что вы с ним так честно обошлись». «Никогда, — пишет он, — ему не забыть этого никогда». «О, великая беда стряслась надо мной. Сейчас же, после праздника, я решил выехать из Диражни в другое местечко. Бежать! Бежать, куда глаза глядят, бежать к черту на рога, лишь бы избавиться от этого пакостника, от этого немца, да сотрется имя его и память о нем». Радио Карас. Культурный досуг клубного типа ГРОУ. Литературные чтения. Шоломалех. Из цикла «Монологи». Немец. Оставайтесь вместе с нами. Оставайтесь вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok